Судебная экспертиза. Представить себе нынешнюю систему правосудия без этого элемента практически невозможно. Когда разбирательство заходит в тупик, точки над «и» помогает расставить именно эксперт. Но, тем не менее, это не тот случай, когда жена Цезаря абсолютно вне подозрений. Неприятные вопросы иногда возникают даже и к экспертам. История судебного противостояния Валентины Зыкановой и предпринимателя Константина Сарманаева из разряда тех, которые называют «бурей в стакане воды». Причиной для более чем годовой тяжбы стала небольшая, но настырная течь в полотенцесушителе, которую ответчик установил в квартире из ЦА. Установили это было 18 февраля 2011 года. Первая же протечка случилась 27 февраля. На этот момент управляющая компания отключила на испытание горячую воду и по трубам пошла холодная. Протечка была такая не сильная, как капельная. Я обратилась снова в эту же фирму. Они приехали, исправили свои недоделки. Правда, на этом ремонтная эпопея не закончилась, а только началась. Выполнять свои гарантийные обязательства перед клиентом фирменная служба сервиса ездила еще не раз. А потом… В августе месяце обратилась я в сантехническую компанию в эту. Они приехали, произвели осмотр, то, что труба течет, и сказали, что в ближайшее время они исправят. После этого опять мне никто не звонил, не писал. И 29 августа прошлого года я подала исковое заявление в суд. Перед лицом правосудия обе стороны сантехнического конфликта яростно отстаивали свою правоту. Поставить точку в этом несложном на первый взгляд деле мешал тот факт, что уже после установки злосчастного полотенцесушителя на стенах ванной появилась кафельная плитка. На суде ответчик совершенно неожиданно вдруг заявил, что виноваты не они, а виновата я сама, потому что после укладки кафельной плитки я, значит, изменила местоположение полотенцесушителя. После этого судье не оставалось ничего, кроме как предложить сторонам найти подходящего эксперта, способного разрешить их спор. Это и стало самым интересным моментом всей истории. Выбор Валентины пал на ООО «Лаборатория судебной экспертизы». Направив туда запрос, девушка с удивлением узнала, что методик, позволяющий определить, снимался ли полотенцесушитель со стены, в природе не существует. В суде, тем не менее, решили поиски продолжить, и уже с подачи бизнеса в игру вступила ООО «СИТЭ», обещавшая во всем разобраться при условии комплексного обследования поверхности стены. Но каково же было удивление Валентины, когда в документах она увидела подпись того же самого ИО-директора, который месяцем раньше развеял ее надежды. Это ответ на мой запрос. Вот здесь стоит печать, лаборатория судебной экспертизы, подпись «Жерун». А это ответ, который получил ответчик. Та же самая подпись, да? Да, подпись «Жерун» стоит. Два противоположных ответа на один и тот же вопрос. Тут уж волей-неволей начнешь подозревать неладное. Отрицать, что фирмы связаны между собой, эксперты не стали. Впрочем, по их мнению, карты хозяйки плачущей трубы спутала неточная формулировка. В своем запросе Валентина, в отличие от оппонентов, не упомянула факт укладки кафеля, сконцентрировавшись на том, проводился ли демонтаж. По сути, это разные вопросы, которые были поставлены. Определить, демонтировался ли полотенцесушитель в полном объеме или не демонтировался, нельзя. Вот нет методик таких. Однако вот экспертиза установила, что не меняя положение полотенцесушителя, провести монтаж плитки просто невозможно. В связи с чем изменение месторасположения полотенцесушителя путем отжима от стенки, вертикальная, горизонтальная плоскость, оно и повлекло за собой нарушение целостности вот этих креплений. Как нам пояснили, отказ в проведении экспертизы лаборатория дала Валентине еще до привлечения к процессу и ознакомления с материалами дела. Поэтому разобраться во всех тонкостях специалисты не могли. Вот почему вопросы перед экспертами следует ставить предельно точно. Мы не имеем возможности, скажем, принимать решения за стороны и предоставлять ту информацию, которой мы не владеем. Странно, что посчитало необходимым предоставить наши сведения. Вот с учетом тех данных мы отвечаем на те вопросы, которые нам были заданы. Но как бы то ни было, полученные выводы не оставляли Валентине Зыкановой шансов на победу. Однако она была уверена, критики такая экспертиза не выдерживает. Ведь проблемы начались еще до укладки кафеля. Я и ждала от экспертизы то, что они будут снимать кафельную плитку и проверять места креплений, которые были здесь изначально. То есть вот здесь, здесь и здесь. Но они сказали, что им этого достаточно будет исследования. А что подразумевалось под комплексным исследованием стены? Ну вот как раз имелось в виду наличие либо отсутствие отделки на данной стене. То есть в каком виде эта отделка выполнена. Если, скажем, плитка, да, понятно, что здесь она укладывается на раствор и пространство необходимо, чтобы было между полотенцесушителем и стеной. Но даже несмотря на разгромную рецензию эксперта, для Валентины все закончилось вполне позитивно. На очередном заседании суда она оспорила кажущиеся ей неверными выводы. Столкнувшись с перспективой очередного витка разбирательств, ответчик выбросил белый флаг. Предложил мировое соглашение, пообещав все переделать. Получается, надо было проводить другую экспертизу. Мы решили так, что опять все это ложится на наши плечи. И все-таки уже вся эта тягомотина надоела судами перед судами. И пришли к выводу, что дешевле и быстрее будет сделать вот так вот. Что ж, как говорится, не мытьем, так катаньем. Хотя в этом случае мировая, похоже, выгодна всем. Валентина избавится от коммунальной головной боли, а бизнес забудет эту историю как страшный сон. Что же касается экспертизы, пожалуй, этот конфликт можно отнести к разряду курьезов, которые иногда случаются даже в таком серьезном месте, как суд.